позвони ей скажешь ты переживаешь узнай как ее мама поинтересуйся когда они придут хорошо алло а слым дорогая как ты слушай очень переживал за твою матушку вот решила позвонить тебе спасибо большое тебе за звонок с мамой все нормально слава богу она справилась и мы вот сейчас выходим из больницы я очень рада дорогая поздравляю но вы маму домой привезете не так ли да в течение часа мы будем дома отдохнет наконец хорошо дорогая хорошо я желаю выздоровления твоей матушки увидимся пускай не придут пускай придут и познают каково это совершать кражу в моем доме а Озан? Ты куда? Мне нужно немедленно кое-какую проблему решить Подожди Я с тобой пойду Слушай, не стой, ты тут отдыхай Нет, ну разве я могу? Раз уж мы вместе начали это Я заставил тебя тащиться за собой Спасибо Скажем так, я сам побежал за тобой Да, можно и так сказать Ягодс, спасибо огромное тебе Ты открою мне свой дом, принял в гости Ну здесь не совсем вежливо принимать гостей, но Когда угодно дверь открыта для тебя, брат Надо еще стены покрасить Ну да Слушай, я опаздываю, я пойду Увидимся, увидимся Я с Юлей должен устретиться Мы вместе должны были пойти в вуз Я же опаздываю Ты занимайся своими делами, увидимся Увидимся, братец Пока твой папа не видел нас, пойдем Что такое? Что такое? Куда вы направились? Мы на работу собирались, папочка Куда мы могли пойти? Ну, Ран, ты тоже, а тебе не рано На самом деле мы хотели вот на тот рынок сходить, а потом пойти по работам Хорошо, ну ладно Ну с Богом тогда Увидимся, папочка Мама Если бы я тоже могла пойти в больницу Ну что, дорогая, не стоит Она и так сегодня выйдет из больницы Ее выпишут Ты видишь, тетя уже дома Давай Субтитры сделал DimaTorzok Матушка Ты уже открыла свои глаза? Слава Всевышнему Ты не бросила меня здесь, не ушла Слава Всевышнему Разве я могу бросить тебя, дорогая доченька? Мне было очень страшно Я боялась, что с тобой что-то могло случиться А я боялась, что Джингис мог с тобой что-то сделать Он со мной ничего не сделает Ты не волнуйся Но уж я-то знаю, что я с ним сделаю Он заплатит за то, что заставил тебя пережить Ослым, нет Ты не будешь бежать за ним, поняла? Если он и вредит тебе, я же умру Послушай Если не надо будет, я всю жизнь свою проработаю Чтобы вернуть деньги за понки Ты меня услышала? Главное, чтобы с тобой все было нормально Чтобы ты была счастлива Чтобы ты училась Наслаждалась жизнью И не вздумай лезть к Джингизу Матушка Ты не волнуйся Ты не думай об этом Тебе надо поскорее выздороветь К тому же После того, как мы будем с тобой вместе Нам ничто ни почем Ой, слава Всевышнему Я ведь увидела все это Эх, моя дорогая Хидия Ты бы знала, как сильно ты напугала нас Я всю ночь не могла заснуть Сестра, моя дорогая сестра Как я смогу отплатить тебе? Что это за выражения такие, дорогая? Главное, чтобы ты не заболевала Мне больше от тебя ничего не нужно Со вчерашнего вечера я не знала Тебя ожилеть мне Или брата твоего Я не знаю уже просто Запуталась Главное, чтобы с вами ничего не случилось Мне больше ничего не нужно Я все сделаю, чтобы нас выписали И получил рецепты для лекарств Но доктор попросил периодически заглядывать к нему И он сказал, чтобы моя мама больше не волновалась Ага Видимо, твой доктор не знает твою маму Она на равном месте готова разнеренчаться Не смотрите так на меня Со мной все нормально Видите, я хожу Нормально могу ходить Потом я скажу доктору, что из-за вас я стала больной От вашего внимания Воришки Пошли ко мне домой совершили кражу Я уничтожу тебя, Хедея Желаю удачи, господин Яшар Спасибо, госпожа Желеде Пусть все слышат Она своровала за понки моего мужа Воришки Что происходит? Я сдам тебя в полицию Пожалуйста, госпожа Сибель Госпожа Сибель, что вы говорите? Маму только выписали из больницы Пожалуйста Давайте, пусть мы спокойно поговорим Что значит воришка? Ради бога, что вы говорите? Она последняя, кто была в моем доме Ах, ты ж воришка Это я виноват, что доверила тебе дом Женщины, что происходит? Успокойтесь Господин Яшар Твоя эта сестра, она воришка Сибель Сибель Пожалуйста, ты можешь успокоиться? Если ты будешь орать и винить людей Ты ничего не добьешься Успокойся, а? Не защищай этих людей мне тут Защищала ты, ну и что? Вот видишь Ужин, помощь При первой же возможности квартиру обчистили Они скоро вообще на нашу жизнь будут покушаться Продолжение следует... Ты сразу пошла и рассказала маме, да? Слушай, я ничего не рассказывала, Узан Мама сама заметила Как только она заметила, что запонок нигде нет Не смогла я ее остановить Черт подери, а? Я не успел Нельзя никому тут довериться Будто это элитный комплекс тоже мне Сибель, пожалуйста, ну хватит уже Хватит Прошу вас, не орите, пожалуйста Она еще не стыдясь разговаривает Опасность не сторожа комплекса, а внутри Кто взял этих людей на работу вообще? Кто запихнул этих воришек в наш комплекс? КОНЕЦ